Привет, друзья! Сегодня я хотел бы поговорить об истории видеокарт, развитию видеокарт. Всё, что происходило, я не смогу затронуть, конечно, но пройдёмся по интересным вехам. Я долго думал, как произносить привычные аббревиатуры, так как мы их произносили в то время. Или правильно? У нас же тут кое-кто уроки английского устроил. Ну, например, ЦГА или CGA. В итоге я решил, что пусть всё будет так, как было, ну вот, в своё время. Кроме того, будет небольшой ретро-обзор железа из 90-х. Надеюсь, будет интересно. Изначально, как таковых видеокарт, как мы их представляем вот сейчас, не было. Выводить изображение, это, в общем-то, сначала было некуда, не было мониторов. Компьютеру давалось задание по контрольным лампам. Можно было мониторить его состояние. Это вот и были первые мониторы. Задание выполнялось, и результат мог быть распечатан. Некие аналоги монитора, как отдельного устройства с экраном, появились в 50-х годах прошлого века. Но это не вполне то, что требовалось. Мне нравится история Xerox или Xerox Alto 73-го года. Начало эпохи персональных компьютеров, который был, наверное, самым первым персональным компьютером, обогнавшим все остальные лет так и на 10-15. Но он не оставил значительного следа в памяти потребителей, так как был создан для использования внутри компании и НИИ. Был после и вариант Star, сильно доработанный аналог, уже больше похожий на современный ПК и нацеленный на потребительский рынок. Но он был очень дорог, аж 75 тысяч долларов. Его предок Alto из 70-х стоил 32 тысячи долларов. Alto был интересен всем. В него был уже встроен монитор, что не предлагалось рынку ранее. Процессор состоял из трех обязательных плат, одна из которых была оперативной памятью. И эту память можно было расширить дополнительными платами. Это называется дискретная логика. И позже все это было заменено одним чипом. В этих компьютерах еще в 70-х была операционная система с графическим интерфейсом, с окнами приложений и рабочим столом. Интерфейс программ был уже тогда оптимизирован для работы с трехкнопочной мышью. И мышь с появлением Alto впервые предлагается для ПК как манипулятор. Там же был и монитор в портретной ориентации с высоким по тем временам разрешением. 606 на 808 пикселей. Все это вдохновило и Стива Джобса, и IBM. Apple II, вышедший через четыре года, не был на самом деле конкурентом Alto. Разрешение монитора ниже, постоянной памяти просто несравнимо по тем временам меньше. 2,5 мегабайта у Alto и 4 килобайта у Apple. Расширялось дискетами максимум до половины мегабайта. Правда, у Alto для накопителей был целый шкафчик. И конкурентом от Apple на самом деле был первый Macintosh в 1984 году. У него уже была операционная система с графическим интерфейсом и мышь. И уже тогда Apple использовали в рекламе тот же подход, что и сейчас. Идущие строем одинаковые люди, как бы оболваненные адепты одинаковых IBM PC, и яркая макотетка, бросающая в экран кувалду, разбивает стереотипы АПК и спасает человечество от унылых ПК. Еще тут проводятся параллели с романом Оруэлла «1984». В конце нам сообщают, что мы узнаем, почему 1984 год не будет похож на 1984. Имеется в виду роман. Рекламу снимал целый Ридли Скотт. Сразу после «Бегущего по лезвию». Примерно то же, но раньше было и с IBM PC. Первая персоналка вышла уже через два года после Alta, а уже хорошо известный нам ПК с процессором Intel 80, 86, 88 и DOS от Microsoft появился в начале 80-х. В общем, Alta серьезно обогнал концептуально все те модели, о которых мы говорим сегодня как о вехах в истории персональных компьютеров. Но все они выводили изображение. Alta выводил изображение методом побитого сканирования, когда каждая точка дисплея имеет привязку к биту в памяти. Цвет один. Фреймбуфер, буфер кадров, занимал от оперативной памяти большой кусок, а память в то время стоила очень дорого. Для Alta в начале 70-х превышала 10 тысяч долларов по косвенным данным. Всем остальным занимался контроллер дисплея, обрабатывал и синхронизировал данные между памятью и LTE-монитором. Интересно, что в Alta был аппаратный курсор, специальное устройство, которое отвечало за координаты курсора. Чуть позже, уже в 76-м году, появилась и первая видеокарта, передающая изображение в цвете. Она состояла сразу из двух плат с аналоговыми компонентами и цифровыми. И устанавливалась в слот для расширений с шиной S100 в совместимых компьютерах. К общей унификации в то время еще не пришли. У этой видеокарты не было своего буфера кадров, он появился в новой версии, где разрешение было 756 на 486 пикселей, при отображении 4096 цветов. Но до цветной эпохи все же еще было далеко. В то же время появлялись новые компании, новые продукты. Одной из таких компаний в 78-м году была довольно успешная впоследствии Матракс. Первым ее видеоадаптером был Alt-256, монохромный, с поддержкой разрешения 256 на 256 пикселей. Этот Alt имел свою память, где размещался кадровый буфер. Начала появляться видеопамять. В IBM PC совместимых компьютерах графическая система на основе разных видеоконтроллеров прошла несколько этапов от монохромного МДА в 81-м году, который поддерживал только текст, к уже цветному ЦГА, с возможностью работать с графикой. Далее ТГА, ЕГА и перепрыгнув через МЦГА к знакомому вам ВГА в 87-м году. Менялось количество отображаемых цветов и глубина цветов. До ЕГА не было своей выделенной памяти для буфера кадров. Он располагался в оперативной памяти. ЕГА и ВГА получили отдельную видеопамять VRAM. И процессор мог напрямую обращаться к ней. А объем этой памяти начал постоянно расти. Была еще до ВГА эпохи в 84-м году такая видеокарта, как IBM PGC, Professional Graphics Controller. Стоила эта видеокарта больше 4000 долларов. Доступная палитра цветов 4096. Правда, одновременно выбирались 256. Но самое интересное в этой видеокарте было в том, что она содержала на своих трех печатных платах, помимо огромной кучи чипов памяти, еще и свой процессор Intel 8088, как сопроцессор. И 68 килобайт постоянной памяти. Видеопамяти было рекордные 320 килобайт. И имелась возможность ускорения как 2D, так и 3D. Хотя в то время не было никакой стандартизации в 3D. Все три платы соединялись внутренней шиной обмена данными. Но не в каждой IBM PC совместимый компьютер этого монстра можно было установить. Эту знаковую видеокарту IBM разработал один из основателей компании, о которой говорить пока рано. Мы к ней подойдем только в 90-х. А пока в видеокартах VGA использовался разъем DSAP, который перестали устанавливать в мониторы только с 2015 года. И, видимо, с 80-х его стали называть VGA по типу видеокарты. Разрешение использовалось 640 на 480. Такие видеокарты производила и хорошо вам известная компания ATI, которая намного позже была куплена AMD. Компания была основана в Канаде в 1985 году, и в годы перехода к VGA, то есть в 1987-м, она как раз и начала продавать видеокарты EGA и VGA. NVIDIA в то время не существовала. Когда появилась NVIDIA в 93-м году, акции ATI уже продавались на бирже. И, кстати сказать, несмотря на то, что ATI основана в Канаде, основали ее инженеры из Китая, получившие образование в Гонконге и эмигрировавшие в Канаду. Хоть у троих основателей ATI уже был опыт работы в высокотехнологичных компаниях, им, как эмигрантам из Азии, не получившим особого приглашения от технокомпаний, было сложно найти ту работу по своему профилю, которую они желали. Поэтому они рискнули создать свою компанию. Было хорошее время возможностей, но и риск немалый, так как все организовывалось на собственные сбережения. Работало в компании не больше десятка человек, своего производства не было и заказывали производство продукции в Калифорнии. Но убыточный период пережили и начали очень хорошо зарабатывать. Видеокарты того времени поддерживали работу только с одним монитором. И для работы с двумя мониторами нужно было устанавливать две видеокарты, которые должны были быть соединены друг с другом. Появились 2D-акселераторы в составе видеокарты, ускоряющие прорисовку геометрических примитивов, работу с графическими операционками и мышью. Увеличивалось разрешение, сначала появилось 800 на 600, и далее начались 90-е, в которые переехали и новые стандарты XGA и SVGA. У последнего разрешения уже увеличилось до 1600 на 1200. Объемы видеопамяти достигли 1 МБ, сама память стала быстрой, цвет стал 16-битным, а в SVGA 24-битным, то есть то, что у нас и по сей день 8-бит на канал. 2D-акселератор стал необходимостью для работы с графической оболочкой операционной системы Windows и стал частью всех видеокарт. В конце 80-х появилась знаковая для отрасли компания S3, и вскоре выпустила свою первую продукцию S3 911, вроде как Porsche 911, и почти сразу же модернизировала ее. Видеокарты могли поддерживать уже 32-битный цвет, который фактически те же 24-бита, только с дополнительным 8-битным альфа-каналом. Он понадобится для передачи правильного изображения из 3D на плоские монитора в 2D, например. В то же время у Apple с 84-го года трон яблочных ПК занимает Macintosh, а персоналка Apple III была отменена. И, как я уже говорил, частично Macintosh был вдохновлен Alta. В числе того, что Джобсу очень понравилась в Alta, было программное обеспечение, пользовательский интерфейс, включая саму операционную систему, ну и, как следствие, манипулятор-мышь, так как графическим интерфейсом, с иконками, с окошками, проще управлять мышью. Соединив увиденное в Alta со своими наработками, Apple получили свой новый персональный компьютер, который должен был спасти компанию, в которой к тому времени начались проблемы. IBM PC-совместимые компьютеры обрушили продажи всех остальных, так как стоили в несколько раз дешевле, а самые доступные могли стоить и в 10 раз дешевле. ПК Apple 3 в самой минимальной конфигурации стоил на треть дороже полной комплектации с дорогим оснащением IBM PC. Поэтому продажи Apple стали падать, и продавали они в основном предшественника, Apple 2. А продажи IBM PC совместимых ПК начали расти. Но свой миллиард в 83-м году Apple удалось заработать. В общем, на Macintosh была вся надежда. Продукт должен был получиться ориентированным на потребителей с разным достатком, но все равно он не был доступен всем. Примерно 3200 долларов за начальную версию. Правда, продавался, надо признать, успешно. Почти сразу после запуска Macintosh в Apple увидели необходимость расширить память в 4 раза. Они не сделали этого сразу, из-за желания держать цену на старте максимально низкой. Меньше чем через год Джобс увольняется из-за разногласий с им же нанятым руководителем. А Macintosh развивались не так, чтобы быстро. Габариты первого Macintosh хорошо понятны на этой вот фотографии. Первый Macintosh был с ограниченным количеством программ, которые могли там работать, и 9-дюймовым монохромным дисплеем. Apple 2, кстати, имел цветные графические режимы. Ну и понятно, что для IBM PC уже было много вариантов в цвете с крупными мониторами. А в Apple движение не наблюдалось, так как уже тогда это были концептуально разные компьютеры. IBM PC можно было более глубоко модернизировать самостоятельно. Mac'и как есть. Нужно было ждать новой версии Macintosh, и она появилась в 87-м году. Macintosh 2 не был моноблоком, но поставлялся с цветным монитором максимум 13 дюймов. Видеокарта поддерживала максимум 256 цветов и разрешение 640 на 480. Видеопамять 512 килобайт, и эта видеокарта не имела аппаратного 2D ускорения. Старшие комплектации в 87-м году стоили больше 7 тысяч долларов. Если привязаться к золоту, это не совсем правильно, но приблизительно верно, то сегодня это было бы примерно 28 тысяч долларов. Безусловно, в Mac'ах были особенности и плюсы, но прорывных аппаратных технологий не было. Видеоподсистема к тому времени уже не передавая. Это отступление к яблокам я сделал для того, чтобы показать вам, что ничего особенного у Apple на аппаратном уровне не было. Хотя Macintosh 2 в своей версии вернулся к модульной компоновке, как и BMPC. Против этого был Стив Джобс. Он также был против цветных экранов. Хотел делать черно-белые, но с разрешением выше. И, к слову сказать, у Hitachi в 84-м году уже был чип, который был способен потянуть 4К 4096 пикселей на 4096 в монохромном режиме, а в 16-битном цвете 1024 на 1024. Однако после увольнения Джобса работа над Macintosh'ами пошла своим путем. Только после перехода на процессоры PowerPC и появления Power Macintosh, и после 95-го года началась стандартизация, и Apple начали потихонечку переползать на стандарт PCI, дальше IGP, и использовать то же оборудование, что и другие оставшиеся к тому времени на рынке ПК. Хочется сказать еще про 84-й год. В то время журналы, посвященные компьютерам, писали про особенности новых чипов, появляющихся на рынке. Очень много материалов было посвящено первому Macintosh'у и проекту Apple Lease. Из рекламы в тех журналах сейчас можно понять реальные цены на железо и софт. А в ноябрьском номере журнала Byte выходит статья о советском ПК «Агат», а заглавленная «Агат» — советский Apple II. Плохая копия. Статья начинается с того, что в России даже нет слова, которое означает «частное». Тут имеется в виду частная собственность. А личный компьютер — это вообще невозможно. В сознании типичного советского человека компьютеры размером создания, в центре Сибири, которые охраняют бесчисленные взводы солдат. Это, конечно же, было не так. Персональные компьютеры уже существовали в Союзе, но, как верно было подмечено, не использовались как домашние. «Агат» был клоном Apple, вернее, заимствовал архитектуру и DOS, но со своими особенностями и комплектующими. Частично совместим с ПО Apple. Сначала предлагалось использовать процессор собственного производства, К588, который эмулировал бы систему команд процессора 6502, но от этой идеи было решено отказаться, когда появилась возможность закупать оригинальные процессоры. Позже появились персоналки БК-0010. БК значит «бытовой компьютер». Все это начало использоваться в школах на появившейся в середине 80-х информатике. Кроме этого, любители имели возможность самостоятельно собирать свои персоналки из компонентов, купленных в радиомагазине. Это было не дешево, не все компоненты было просто достать, но энтузиастов было достаточно, и в домах начали появляться персоналки. Кроме этого, в Союзе активно началась рекламная кампания каждому домохозяйству по ПКшечке и деткам в помощь. Вот фрагмент ТВ-рекламы ПК-01 «Львов». Стоимость такого ПК была около 700 рублей. Для примера, топовый магнитофон «Электроника-004» стоил около полутора тысяч рублей. Еще замечу, что слово «программирование» и наличие такой возможности, пусть даже в калькуляторе, вызывало восторг и немедленное желание получить необходимые навыки и сделать что-то полезное с помощью этих навыков. И когда у меня был когда-то там ПК «Искра» XT-шка на процессоре 8086 без жесткого диска, этот комп был списан из банка, на нем я осваивал Turbo C 2.0, это было интереснее, чем игры, это совершенно точно. И вот что я запомнил хорошо, так это когда мне приятель продал комп на 486-м процессоре уже с виндой. Я человек, который до этих пор работал только с ДОС, довольно долго пялился в экран, не понимая, что делать, проклиная мышь и переизбыток графической информации. Но, попривыкнув, в какой-то момент я заметил, что тяга к разработке снизилась, а к развлечениям возросла. Виной ли всему графический интерфейс? Но я сильно отвлекся, мы же о видеокартах все же говорим. Вернемся к началу 90-х. Борис Николаевич благословляет Америку. Господи, благослови Америку. И Майкрософт после благословления отлавливают баги в Windows 3.0 и выпускают глубоко переработанную версию Windows 3.1. Позже рынок видеокарт пережил настоящее рождение 3D. Понятное дело, что ничего существенного не произошло. Мы, как видели 2D-картинку, так и в как бы 3D видим то же самое 2D. Так как после создания трехмерной сцены делается пересчет в двухмерную систему координат, чтобы показать ее на плоском экране. 2D-игры, которые имитировали 3D и появившиеся еще в 70-х, воспринимались как 3D. Настоящими хитами были игры уже 90-х. Doom и Wolfenstein 3D, которые сейчас называют 2.5D. Переход в настоящее 3D с полигональными 3D-объектами случился с появлением игры Descent. Чуть позже был Quake, ставший суперхитом. Эти игры требовали минимально 486-го процессора, а лучше Pentium. Большинство вычислений ложилось на центральный процессор, чтобы ускорить обработку 3D в реальном времени. И чтобы разгрузить процессор, были разработаны 3D-ускорители. Компаний, работающих на рынке видеокарт, было много. Плюс открылись новые во второй половине 80-х. Но именно 3D сократило их число. Появлялись универсальные видеокарты, имеющие возможности как в 2D, так и в 3D-ускорении. Но в начале пути такие варианты были все же компромиссом, так как создавались из уже существующих 2D-ускорителей. И иногда получалось, что без 3D-нагрузки видеокарта оказывалась очень медленной, а работа с 3D была еще и ограниченной. Поэтому использовались отдельные платы с 3D-акселератором, который не умел ускорять 2D, и по факту в системе было две, отвечающие за графику платы. Еще была важна, конечно же, программная архитектура. Софт должен был полагаться на аппаратные решения. И в начале была такая неразбериха, разрабатывались узкоспециализированные решения, которые так и остались незамеченными. И первой коммерчески успешной реализацией 3D-ускорений для игр, наверное, можно считать Sony PlayStation, вышедшую в 1994 году. Закрытая система софта и железа и множество людей, желающих играть, то есть массовость продукта. Для ПК основными игроками среди производителей 3D-акселераторов нам запомнились PowerVR и 3D-FX, но сначала были специализированные ускорители, например, Matrix Impression, 3D-ускоритель, ориентированный на саппор. Однако впоследствии, попытавшись сделать упор на игры, Matrix сталкивается с серьезным конкурентом в лице 3D-FX Voodoo, с которым не может справиться ни по производительности, ни по качеству изображения. 3D-FX основали трое выходцев из Silicon Graphics и, видимо, притащили оттуда невнятную бизнес-модель, которая мешала развиваться Silicon Graphics и быстро сгубила 3D-FX. Но начало было бодрое. В 1995 году выходит 3D-акселератор Voodoo Graphics. Для связи софта и железа был разработан API Glide, позже Mini GL, который послужил мостом между OpenGL и Glide. На тот момент существовала Windows 95, соответственно, и DirectX. Но только собственный API давал полноценную поддержку железом софта. И все топовые игры 90-х поддерживали Glide. Вариант интегрированного 3D-ускорителя на видеокарте Voodoo Rush провалился, как и у многих других производителей. А во время выхода также отдельного акселератора, но второй версии Voodoo 2, уже в 98-м году, 3D-FX обнаружили, что на рынке-то перемены. И вот как эти перемены происходили. В 93-м году была основана компания NVIDIA двумя инженерами из Sun Microsystems. Один из которых, Кертис Прайм, до Sun работал в IBM. Разработал ту самую видеокарту IBM Professional Graphics Controller, о которой мы говорили ранее. А также он разработал первый видеочип с ускорителем. Ему принадлежат 88 патентов, и понятно, что он, вероятнее всего, был локомотивом в новой компании. Третьим соучредителем был хорошо знакомый вам всем Дженсен Хуанг. Примечательно, что Хуанг начал свой карьерный путь в AMD проектировщиком микросхем. На момент создания NVIDIA он был самым молодым и строится 30 лет. Если верить информации из сети, NVIDIA изначально не называлась никак. Маркировали свои документы как NV, но позже необходимо стало утвердить название и назвались NVIDIA, от латинского NVIDIA – зависть. Если по легендам, NVIDIA – один из смертных грехов и изображается в виде костлявой женщины, пожирающей как бы саму себя от зависти. Какие аллегории вкладывали в название создателя NVIDIA, не очень понятно. Может, что в итоге им будут все завидовать, но это у них, конечно же, получилось. Компания молчала два года и в 1995 году выпустила своего первенца под кодовым названием NV1. Самыми известными на базе чипа NVIDIA были видеокарты Diamond Edge 3D. Видеокарты содержали и 2D, и 3D-ускоритель, а также звуковую карту для воспроизведения звука без возможности записи. Универсальное решение для мультимедийного ПК. Встроенного звука тогда не было и стоил он отдельных денег. Diamond Edge 3D поддерживало аппаратное текстурирование, что было в новинку тогда, но NV1 предлагал работу с четырехугольными полигонами, четыре вершины, а Z-буфер отсутствовал, и видеокарты оказались плохо совместимы с вышедшим Direct 3D, предлагающим работу с треугольными полигонами. И NVIDIA попросили Microsoft добавить поддержку четырехугольников, но те отказались. Хотя на тот момент никаких стандартов не было, выиграла та модель, которая была удобнее для разработки 3D-игр, а не, например, саппорт. Игр, с которыми справлялся NV1, было немного. NVIDIA поступила так же, как поступит через 20 с лишним лет, когда представит миру RTX. А именно, начала поддерживать разработчиков игр, назначая в помощь своих программистов для портирования игр с треугольными полигонами под NV1. Но, как и все универсальное, в то время продукт оказался маловостребованным, из-за кучи компромиссов, с которыми приходилось мириться. Своего производства у NVIDIA не было, как нет и сейчас. В то время они договорились о производстве с европейским чипмейкером ST Microsystems, который тогда назывался SGS Thompson. Они же продавали самый дешевый вариант видеокарты с двумя мегабайтами видеопамяти. Если вам интересно, сколько кадров в секунду в актуальных играх для того времени могла обеспечить видеокарта на базе NV1, то ответ тут будет, конечно, зависеть от игры. Но в лучшем случае 30 кадров, чаще около 25, 10, 15 кадров в секунду. Это тоже было не редкостью. На самом деле это было нормально. Я вот, как сейчас помню, проходил игру, которая в лучшем случае шла со скоростью, ну, примерно там 10 кадров в секунду, вот так на глаз если, было интересно, и я даже не предполагал, что геймплей может быть другим. И только через много лет я увидел ее на нормальном железе с нормальной уже скоростью. В продукты NV1 и NV2 была вложена большая часть инвестиций в компанию. На тот момент около 10 миллионов долларов. Но произведенные видеокарты на базе NV1 пылились в магазинах, продавались очень тяжело. Sega была одним из инвесторов и изначально рассчитывали на архитектуру NVIDIA. Но после неудач NV1 они отказались от NV2, который уже был разработан и профинансирован Сегой. Поэтому NVIDIA в 1997 году сразу выпустили третий вариант – Riva 128. Благодаря ей NVIDIA получила широкую известность. Riva – это аббревиатура, означавшая интерактивный ускоритель видео и анимации в реальном времени. NVIDIA не собиралась сворачивать пути универсальности. Несмотря на предыдущие неудачи, Riva 128 имела также и 2D, и 3D-ускоритель, но от звука решили отказаться. И к тому же теперь уже стало совершенно ясно, какие стандарты в отрасли. И что нужно поддерживать DirectX и открытые API для большей совместимости. А сама видеокарта уже была совместима с новым стандартом – шины AGP, разработанной Intel, которая пришла на смену PCI для видеокарт. Объем видеопамяти Riva 128 – 4 МБ, а через год в модификации ZX ее расширили до 8 МБ. Что повышало разрешение для 3D-игр до значения 1280 на 1024. Это значительно выше, чем предлагала Voodoo. Riva обошла и по производительности Voodoo, но у пользователей были претензии к качеству графики. В 1998 году выходят Voodoo 2 и видеокарта от Intel i740. Intel была уже с поддержкой шины AGP, а видеопамять содержала только буфер кадров. Текстуры находились в оперативной памяти, но на рынке к тому времени появилась еще одна конкурентная видеокарта, которая в кумулятивных тестах уступала на 10% Riva, но в целом была сравнима. Это ATI 3D Rage Pro. В 1998 году она также была представлена в варианте AGP. Можно сказать, с этого момента мы наблюдаем за противостоянием ATI и NVIDIA. Примечательно, что маркетинговый отдел ATI избрал основную тактику еще в то время. Для выпуска новой версии чипа видеокарты они просто переименовали его из Pro в Turbo и объявили, что новые драйверы добавляют производительность чуть ли не в половину. Однако на деле это оказалось верным только для тестов. А в реальных играх с помощью драйверов производительность удалось подтянуть намного позже и не на такую значимую величину. ATI в основном зарабатывали на ОМ-контрактах и к 1998 году по количеству продаж стали таким гигантом, с которым страшно конкурировать. А между тем в играх уже можно было получить 60 кадров в секунду. А что же было в то время среди ноутбуков? Не буду погружаться в детали, но вот у меня есть ноутбук 1996 года и ноутбук 1998 года. Они полностью рабочие. И давайте вот коротко посмотрим на то, какими были ноутбуки в то время. Вот этот вот 1996 года, с которым я сижу обнимаюсь, вот он уже загрузился. Это Лео. Тут порвало у меня пластик просто немного на месте размещения петель. Не такая вот оказалась конструкция довольно хлипкая. Крышка не держится. Нужно его восстанавливать. На экране уже, к сожалению, почти ничего не видно. Не разобрать, наверное, вот оттуда так совершенно точно. Только под определенным углом. Есть второй у него такой мини-экран, который заменяют диоды на самом деле в современных ноутбуках. На этом экране показывается, что вот работает накопитель, идет зарядка, ну и так далее. На крышке находятся динамики, вот две штучки, и микрофон, вот чуть ниже. Динамики, между прочим, направлены все время, получается, на пользователя, а не в стол, как на многих современных ноутбуках. Сбоку у нас дисковод для 3,5-дюймовый дискет. Жесткий диск. Съемный. Горячая замена, так сказать. Интересно, у меня получится. Вот, Hitachi. Слот для карт расширения. Вот он здесь у нас тоже находится. Очень хрупкий пластик. Вот, для карты расширения. И небольшой аккумулятор. Сейчас я его тоже сниму. Но это, на самом деле, не аккумулятор, а такая вот пустая корзинка, потому что аккумуляторы давно издохли. Но их можно, на самом деле, заменить. Сзади есть порты ввода-вывода, и вот есть даже вывод PCI наружу. Снизу есть доступ к оперативной памяти в этом компьютере. Тут 8 мегабайт оперативки установлено. И обратите внимание, где находится Delete на клавиатуре. Очень удобно, наверное, нажимать на Ctrl-Alt-Delete. Внутри у нас здесь Pentium. Прям ничего не изменилось. Сейчас ноутбуки с Pentium тоже есть. Но этот вот... Какой-то кошмар. Пластик просто крошится. Но этот Pentium, который установлен здесь, 120 МГц. На крышку этого процессора просто приклеен маленький такой радиатор с вентилятором сверху, который видно вот из-под этой мощной алюминиевой рамы. Разбирать, чтобы показать вам чип видеоадаптера, я не буду. Пластик здесь очень хрупкий, и все тут развалится. Здесь Cirrus Logic 7543. Была и такая компания на рынке видеоадаптеров. Но это чуть ли не последний продукт компании, так как в 98-м году Cirrus Logic вышел из бизнеса видеокарт. Работает все под управлением Windows 95. Дисплей вот этот вот... 10-дюймовый. А вы говорите 13 дюймов мало. Вот этот вот 10-дюймовый считался подходящим для профессионального применения. Разрешение фантастические 800 на 600 и 256 цветов. Это на самом деле был очень хороший ноутбук и предназначен, как я и сказал, для профессионального применения. Было много обзоров в свое время этого ноутбука, которые говорили, что Лео пришел в профессиональный рынок. Но переместимся в 98-й год. Посмотрим на этот вот IBM ThinkPad 600i. Недаром эта серия до сих пор считается надежной. Он без поломок внутренних и внешних прожил почти 25 лет. Смогут ли так современные Lenovo? Ну, не знаю. А с этим можно и сейчас работать. Все программное обеспечение адекватное этому оборудованию. Ну, летает, так скажем. Тут у нас Windows 2000 уже стоит. На самом деле можно накатить и Windows XP. Фирменный трекпоинт. И вот эти вот кнопки. Три кнопки без тачпада. К этому комплекту, конечно же, нужно привыкать. Есть динамики. Они вот в корпусе тоже расположены наверх. Разъемы для наушников уже есть. Да, и микрофона. Есть инфракрасный порт для обмена данными. Слот для карт расширения. Вот вывод. Сеть CD-ROM. Даже есть USB-1. Прям топ. Монитор здесь 13,3 дюйма. При соотношении сторон 4 к 3. Высота этого экрана равна приблизительно современной семнашке 16 к 9. Разрешение 1024 на 768 и поддержка 24-битного цвета. Все это обеспечивает видеокарта Magic Media 256 AV от Neo Magic с шиной AGP. Эта компания появилась в 93-м году, как и Nvidia, и первую продукцию выпустила в 95-м. Neo Magic тоже оставила свой след в истории видеокарт. Они разместили видеопамять и графический процессор на одном чипе. Высокая энергоэффективность таких вот видеокарт пробила себе дорогу в ноутбуке. Neo Magic часто использовали крупнейшие производители ноутбуков. Но вот в 2000 году компания покинула рынок видеокарт для ноутбуков и перешла к производству систем на чипе для коммуникаторов. Ну а процессор тут типичный для своего времени. Это мобильный Pentium 2 с частотой 366 МГц. Это процессор еще без SSE инструкций. Ну что, давайте покажу пару, наверное, игр на этом ноутбуке. Вот, например, Need for Speed 3. Это игра того же года, что и сам ноутбук, 98-го. Это 3D, ноут вполне тянет на низких, правда, с разрешением ниже нативного. 640 на 480. Показал бы мониторинг, но даже фрапс рассчитан на работу с процессором, у которого есть поддержка SSE. Сложно сказать, что геймплей сильно поменялся. Графоний, да, а так же все четырехкнопочная тягомотина. Quake это тоже 3D и в родном разрешении слишком низкая производительность. По ощущениям, 20 или ниже кадров в секунду. При разрешении 800 на 600 уже другое дело. В целом нормально. Куча проектов типа там Eretic, Duke Nukem 3D и так далее будут работать. Возможно, будет работать Half-Life. Не пробовал. 2D-игры вообще без вопросов. Все как и сейчас. Ноутбукам не всегда хватает мощности тянуть большие игры, актуальные для своего времени, в родном разрешении или с настройками выше минималок. Этот ноутбук я решил проапгрейдить и заменить элементы батареи. Может быть зачистить и перекрасить корпус, и будет он как новый. Можно и отдельный видос по этому поводу снять. Но вернусь к 3DFX. 98-й год наступил. 3DFX выпускает свою Voodoo 2 с максимум 12 мегабайтами видеопамяти. Ликуй, пользователь. Вот тебе подарок от лидера рынка. Правда, может быть дорогой. Это все еще не универсальная карта. Это 3D-ускоритель. К нему все еще нужна 2D-видеокарта. Несмотря на большой объем памяти, в максимальном варианте исполнения фреймбуфер мог обеспечить разрешение только 800 на 600. Но при этом из-за большого объема памяти текстуры могли быть более детальными. По каким-то показателям новинка уже уступала соперникам. И 3DFX в срочном порядке начали готовить следующий вариант. Но и в Voodoo 2 были интересные решения. Можно было использовать два акселератора Voodoo 2. Они соединились и работали в режиме чередования строк. Scanline Interleaf или SLI. Технология была представлена вместе с ускорителями. Конечно же, увеличивалась производительность и возрастало максимально возможное разрешение до 1024 на 768 пикселей. Так как возрастал общий объем фреймбуфера. В таком режиме в компьютере оказывалось сразу три видеоплаты. Одна 2D и две 3D. Поняв, что конкуренты оседлали идею универсальной видеокарты и нужно соответствовать, 3DFX в том же году делают еще одну попытку и выпускают Voodoo Banshee 2D и 3D на одной видеокарте. И фактически в том же году представляют еще и следующий 3D акселератор Voodoo 3, который превосходил по производительности Voodoo 2 SLI. Но в продаже она появилась уже в 99-м году. В то же время компания S3 выпускает первый чип в серии Savage 3D, к счастью, у конкурентов ставший провальным на рынке. Matrix выпускает универсальную видеокарту G200 для AGP, была поддержка 32-битного цвета, сглаживание и трехлинейная фильтрация. А вот производительность хоть и была конкурентной, но все же отставала и от Nvidia, и от S3. А Nvidia в 98-м выпускает Riva TNT, которая удвоила скорость рендеринга, но по производительности не сравнялась с Voodoo 2 из-за перегрева чипа, частоту которого пришлось опустить с планируемых 110 МГц до 90 МГц. В 99-м году выпускают TNT2. Эту видеокарту я помню очень хорошо, так как долгое время не мог ее никому сбагрить. TNT2 предлагала ряд улучшений, она была быстрее, предлагала работу с текстурами в высоком разрешении и 32-битный цвет, чего не могла Voodoo 3. Nvidia привлекли к работе большое количество сотрудников из Silicon Graphics, и получается, что совместно с 3D они обескровили на тот момент Silicon Graphics, схантив лучших сотрудников. У ATI появилась видеокарта Rage 128, которая составляла конкуренцию TNT и Voodoo 2. Позже Rage 128 Pro. Как видите, новинки вылетали как из пушки, и вот в том же 99-м году Nvidia выпускает первую видеокарту новой серии, разработанной, можно сказать, с нуля, которая существует до сих пор, GeForce. А за день до новинки, GeForce 256, выходит новинка от S3, Savage 2000. Этот GPU использовался в видеокартах Diamond, которые незадолго до выпуска Savage 2000 купили S3. Там уже появился интегрированный геометрический процессор. Это же предложили и Nvidia, которые успели заявить на день позже, что они первые. Теперь видеокарты принимали на себя те вычисления, что раньше ложились на центральный процессор. Например, пересчет 3D-объектов 2D для отображения на экране и обрезку информации о невидимых объектах. Эти две видеокарты, GeForce 256 и основанные на Savage 2000, были нацелены на игры. Но S3 подвели драйверы, были проблемы с отображением текстур, производительность была ниже, чем у Nvidia, и в итоге GeForce 256 привел Nvidia к лидерству в 99-м году. Производство чипов для этой видеокарты переехало на TSMC, на новый техпроцесс 220 нанометров, и все конкуренты сильно напряглись. ETI выпускает двухчиповую Rage Fury Max, которая содержит два чипа Rage 128 Pro, за счет чего увеличилась производительность, но GeForce 256 с запасом обходила двухголовую ETI. Выпущенная Matrix G400 не могла поспорить с новинками S3 и Nvidia, но событие все же примечательное, так как мы впервые получили возможность подключать к одной видеокарте несколько мониторов, чего нельзя было сделать до этого момента. Но G400 сильно зависело от центрального процессора, в то время как видеокарты Nvidia его разгружали. И у 3DFX ответа на GeForce 256 не нашлось. Они выпустили значительно позже двухчиповые конфигурации с новыми чипами. Старшая Voodoo 5 вышла только в 2000 году, но популярность Voodoo к тому моменту уже держалась на популярности API Glide среди разработчиков игр. А у Nvidia в том же году появилось еще и следующее поколение, GeForce 2. Техпроцесс 180 нанометров и заодно мобильная видеокарта для ноутбуков GeForce 2 Go. ETI смогли составить конкуренцию только в 2000 году, представив новую серию, которую мы также знаем до сих пор, это Radeon. Первые видеокарты Radeon R100, также на 180 нанометровом техпроцессе, оказались в догоняющих. Они носили номер серии 7000, в серии GeForce 2 видеокарты с чипом одного поколения делились на модели GTS, PRO, ULTRA, TI, GO и MX. ULTRA самая производительная, TI быстрее, чем PRO, PRO быстрее, чем GTS, появилась и серия MX, удешевленный вариант с некоторыми ограничениями. И у этой модели впоследствии появились еще два варианта. MX200, еще более урезанная, и MX400, наоборот, улучшенная. Так, в общем, и провели 2000 год. А в следующем году произошли глобальные изменения, которые привели рынок видеокарт к тому виду, какой, ну, в целом мы наблюдаем сейчас. В конце 2000 года 3DFX оказалась в упадке, с которым не смогла справиться. Грандиозный проект Rampage должен был вернуть былое величие, но он не мог быть закончен раньше времени. И компания была продана NVIDIA. Сотрудники, трудившиеся над вот этим новым проектом, остались на месте. Только теперь это был проект NVIDIA. В общем, 2001 год начался без 3DFX. Тогда же S3 меняет владельца. Компанию покупает и VIA вместе с нужными ей, как воздух, лицензиями. VIA в то время разрабатывают свои центральные процессоры, X86 совместимые, и чипсеты для AMD и Intel. И выпускали они варианты для материнок, которые от Intel были невозможны. Но появились проблемы с патентами и лицензиями, и VIA покупает S3 с лицензией процессорной шины. Никаких амбициозных планов относительно S3 у них не было. Продукция компании теперь не будет направлена на рынок высокопроизводительных карт. Это будут чипсетные встройки. Будут потом еще и дискретные маломощные решения. Ну, значительно позже. Но не очень интересные общественности. Matrix, выпустив новое ядро, которое применит в видеокартах G450 и G550, фактически сходит с дистанции, так как не может более конкурировать с лидерами гонки. И переориентируется на нишевые устройства и разрабатывает новые продукты для ПК и не для ПК, не связанные с 3D-графикой. Intel раньше остальных покинули рынок дискретных видеокарт, вложив все свои разработки в интегрированную графику. А в 2001 году стало окончательно ясно, что дискретки им больше не по зубам. Intel выпускает семейство iGPU, Extreme Graphics для ноутбуков, потом для дисктопов, и графическое подразделение полностью погружается в работу с встройками. В общем, ситуация была похожа на спринтерский забег. Выделился лидер и начал быстро убегать. За второе место идет борьба, а остальные решили поберечь силы, а кто-то вообще пошел пешком. Лидеры забега, Nvidia и ATI, в этом году выпускают свои очередные видеокарты. GeForce 3 и через полгода выходит вторая версия Radeon, Radeon 8 и 9000. До этого времени в один год выходила целая куча видеокарт-новинок, так как производителей было много. Сейчас кто-то говорит, зачем так часто выпускают эти видеокарты. В то время было еще чаще. Два поколения за один год могли пройти, но рынку такое количество оказалось не нужно. К тому же немалое значение имели драйверы, на что не все производители железа обращали должное внимание, поэтому и погорели. ATI, выпустив свои Radeon 8000, облажались с драйверами на старте. И пока они латали программные баги, шло время. Но при этом чистая производительность оказалась выше, чем у Nvidia. Но ненадолго. Примерно через полгода Nvidia выпускает GeForce 4 Ti, которая не вполне новая, а модификация GeForce 3. С серией GeForce 4 MX у меня лично связаны некоторые воспоминания. Видеокарта была намного дешевле GeForce 4 Ti и в реальности представляла собой переработку GeForce 2 и имела проблемы с поддержкой шейдеров в новых играх, которая появилась в GeForce 3. Одной такой игрой была Silent Hill 3, и это была самая настоящая первая серьезная подстава от Nvidia. Но на просторах интернета появилась утилита, делающая запуск игры возможной благодаря эмуляции. Спасибо разработчику. Однако стало ясно, что недавно выпущенная видеокарта от Nvidia уже не годится для современных игр. И список неподдерживаемых игр каждый месяц будет только расти. Начались постоянные качели с видеокартами ATI и Nvidia. Radeon i9500 Pro и i9700 составляли конкуренцию GeForce 4 4200 Ti и 4600 Ti, где-то заметно опережали, особенно при высокой нагрузке. Nvidia отвечает своими GeForce FX, поколение которому приписывают корни проекта Rampage от 3DFX. То есть наработки были перенесены для создания пятого поколения GeForce. Ответ от Nvidia не был разгромным, и Radeon i9800 Pro были в целом сопоставимы по производительности с FX5800 Ultra и немного проигрывали FX5900 Ultra. Но при этом были немного дороже. Это же поколение в 2004 году переходит с AGP на PCI-Express, и AMD меняет наименование для следующего поколения. Теперь это X700 и X800 с буквенными индексами XL, XT, Pro и тому подобное. В этом же году Nvidia выпускает шестое поколение GeForce. Эти видеокарты аппаратно декодируют H.264, VC1, VMV и появляется SLI. Хоть название тоже, что было у 3DFX, только расшифровывалось уже как Scalable Link Interface, а у 3DFX это был Skyline Interleaf. То есть каждая подключенная карта обрабатывала только половину изображения. В общем, вряд ли от технологии 3DFX осталось что-то кроме названия. А в седьмом поколении GeForce, помимо прочего, появляется двухголовая видеокарта 7950 GX2. Кроме этого, примечательно для серии, что модифицированная 7800 GTX становится графической системой для PlayStation 3. Кстати, сказать историю про разработку PlayStation 3, полную драматизма, можно посмотреть на нашем канале, ссылка в описании. В 2005 году появляются Radeon 1000 серии, вернее X1000. Чипы производились на TSMC по 90-нанометровому техпроцессу. ATI стали первопроходцем и поплатились увеличенными сроками ожидания, так как в библиотеке 90-нанометрового дизайна была ошибка. Это была последняя разработка независимой ATI. В 2006 году ее покупает компания AMD со всеми потрохами. Но видеокарты все еще маркируются как ATI. И только в 2010 году появляется AMD Radeon серии HD 6000. Все это время качели ATI Nvidia продолжают качаться. В 2010 году GeForce тоже уже имеют новые названия. Буквы GT или GTX начали ставить до цифр. Циферный код стал трехзначным. Для 2010 года актуальная архитектура Fermi 400 серия. Не так давно поддержка этого поколения драйверами остановлена. Менялись поколения, добавлялись технологии, которые сейчас есть в самых доступных видеокартах. Продолжал увеличиваться объем видеопамяти. Из новейшей истории выделяется Radeon 7, который вот так вот на часе притащил объем 16 гигабайт видеопамяти HBM. Из профессионального сегмента в потребительский. Но этот объем оказался в свое время излишним. Появление программно-аппаратных технологий, апскейлинга без потери качества, или почти без потери качества, DLSS и товарищи, это тоже веха в новейшей истории, открывающая дорогу к изменениям в привычном подходе к производству игр и росту разрешения, переходу к VR. И отдельно чуть хотелось притормозить возле RT. Да, трассировка лучей в реальном времени, как технология в играх, появилась вот в 2018 году, но до сих пор я бы не сказал, что она востребована. Игры выглядят и без RT очень хорошо, а с помощью трассировки делается то, что раньше не делалось. И каким-то переломом в одночасье это вот не стало. Но посмотрите, как ситуация похожа на период прихода 3D. В играх из-за того, что видеокарты и процессоры не тянут полноценное 3D, используются, ну в то время используются какие-то миксы технологий, как мы теперь говорим, подделки. Точно так же смесь разных технологий используется сейчас для того, что можно сделать с помощью трассировки лучей. Но в то время появлялись новые компании и предлагали свои решения. Была высокая конкуренция, может быть, благодаря этому стали быстро доступны 3D-акселераторы. А теперь же только сумасшедший, ну или богатый Intel может позволить себе выйти на рынок видеокарт. Но посмотрите, как и NVIDIA, и AMD, и Intel внедрили вот эти вот ускорители трассировки лучей в реальном времени в свои видеокарты. И теперь это то, что должно быть в любой современной видеокарте. Правда, этого мало, возможности малые. А ускорители, быть может, отдельные, на отдельных платах позволили бы выйти на качественно иной уровень RT. Однако тут нужно напрячься всем, и игроделам, и производителям железа, и потребителям. Поэтому все участники процесса, ну, кроме потребителей, да, не будут делать резких движений, а потихонечку будут доить. Посмотрите, например, в сети Link на цены, ну, например, той же самой 4090. В зависимости от модели цена доходит и превышает 160 тысяч рублей. А 3090 еще недавно стоили 200 тысяч. Кто-то их также недавно покупал. Сейчас они значительно дешевле. Radeon и предыдущего поколения, если поискать, можно найти по очень хорошей цене. И производительность сопоставима будет с видеокартами GeForce 30 серии. Вот такое вот ценообразование. Загляните в описание. Там я оставил для вас ссылки на отобранные интересные товары в сети Link. Переходите по ссылкам, так вы поддерживаете канал и знакомитесь с актуальными ценами. Спасибо. Сегодняшняя видеокарта значительно отличается от того, что было 20 лет назад, не говоря уже о более ранних сроках. Она все больше разгружает процессор, забирая его работу и в играх, и в центрах вычислений. Глубокое обучение нейросетей и, как следствие, бум автоматизированных систем, которые принято называть искусственным интеллектом, это все пережило второе рождение благодаря развитию сильному видеокарт. И, быть может, это развитие шло бы еще быстрее, если бы конкуренция была бы острее. И мы надеялись, что Intel добавит этой остроты, придя на рынок дискретных видеокарт. Но пока ничего особенного не произошло. На этом у меня все, друзья. Увидимся. Пока. 3DFX основали трое выходцев с ASC. Там ошибка. А что же было... Ну, а этот с частотой тысяча... Фу, тысяча... 120 МГц. Компания питалась. А запись-то выключили? Нет? До встречи. Корректор А. В Source. Компания питалась. Продолжение следует...